они видимо это что сейчас было вообще вот выиграть миша говно если миша говно берут циньсу и все до суда новая функция чашелист золотой терочник сами хватит мне вот этого я просто посмотрю я устал очень и очень долго я добирался вообще до этой до этой миссии и вылезает туда а то замерзнешь до смерти кого-то там увидела это сугроб то не увидите среброгривые стражи которых я упоминал это они это что происходит это что за ролик а вот и леопард или как он гепард добро пожаловать белобог город сохранения вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры мы продолжаем играть в конкаст rail мы сейчас тобой в белобоге и у нас много чего еще впереди интересного начнем мы как обычно с книг так у нас книги мы же понабирали книг подожди мы же много чего понаби а это все на герте лежит а мы еще много чего не взяли на герте я только я уже всю ее прошли там же больше ничего не осталось хорошо промежуточная экзаменационная работа академии белобога проваленная экзаменационная работа кажется принадлежит мальчику по имени лаутен а давай прочитаем класс 2 год 6 имя люсиен вала 35 заполните пробелы чтобы не повредить лампы на гео сущности необходимо обратить внимание на предотвращение короткого замыкания мозгов такие частицы как каменная соль и желтый сахар имеют геометрическую форму люди называют такие формы едой хотя с я сказала не оставлять никаких пробелов разделе заполнить пробелы но не для того чтобы писать чушь мы можем использовать расстояние и размер учебного корпуса академии белобога чтобы определить его местоположение в городе ржавчина образуется когда металлист металлы вступать в любовь с кислородом в воздухе лада лосось отправляется на зимовку в воду более подходящей температуры этот способ закрыт скоротать зиму называется отпуском 2 вопросы с множественным выбором правильный порядок и наблюдения за эфир баллой c снаружи внутрь и изнутри наружу сверху вниз снизу вверх процесс формирования фрукта алый вечерник c а ты так цветение опыления плоды и цветение плоды опыления опыление цветения плоды кончики пальцы печерный саламандры могут присасываться к поверхностям что очень полезно для ползания в пещерах правильное название c присоски захватные крюки лапы горизонтальной складки катя это не кошки а он выбрала бы ротовой аппарат взрослого погребального червя c форме иглы форме хамку ободка форме жвала форме присоски катя люсьен да я сказала выбирать c если не знаешь ответа хоть это тебе удалось запомнить ура ну да я заметил что он все время c выбирает но можно же было хоть раз внимательно прочитать вопрос какие из следующих вещей растворимы варим c я сущность каменная соль джем мед верные и неверные утверждения на ощупь городские стены кажется холоднее чем дерево поэтому что температура стен ниже чем у дерева верно 3 зубы звери вымер потому что не смог приспособиться к пониженной температуре сокращение источника пищи верно а гео сущность образовалась из трупов древних животных несколько миллиардов лет преобразовывающихся в тектонических плитах верно людям жарко с рядом с я сущностью и зает теплопровод теплопроводности верно при пытании бешеные землероки используют резцы чтобы резать руки чтобы рвать и коренные зубы чтобы измельчать пищу верно чувство себя как как он самый умный до чтобы разрезать за сахаре на грибы и грибы спокойствие пополам нужно сделать вертикальный размер верно эффект раз транспирации семицветика может снизить температуру его листовой поверхности и защитить растение от повреждения жарной жарой верно если обратить внимание на родичные кольца на пнях деревьев то можно найти север по более широкой части верно корзины корзины мог может использовать мягкий свет от химической реакции чтобы выжить в печерах беседы верно использование зрения создания пореза лезвием и жидкости верно использование рычага позволяет с экономить условия изменить направление и верно животных животных которые могут жить в воде и на суше называется амфибиями верно хотя но можно было ведь хотя бы притвориться и пару раз написать неверно чтобы сделать вид будто ты хоть что-то знаешь и утешить свою бедную учительницу смотри я на этом предлагаю заканчивать но тут много-много у нас всего и не хочется тратить на это время поэтому продолжим изучать все дальше но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу вк где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений хонка star rail хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании так что он дальше дальше у нас сразу идут друзья ох ё-моё так смотри смотри это мои а подожди а заявки где а запрос вот они ой куда я смотрю а так космос смотри принял и соска тоже принял dark сокол тоже принял все супер так напоминаю про чаши листы хотите мне помогать и чтоб я там брал ваш персонажи то вконтакте ссылка есть в описании видео в группе вконтакте есть обсуждение напишите туда свой ник и тогда я вас возьму помощники вот так ла-ла-ла лэнд получите квартиру для фонографа поговорив с тамилой в золотом театре получил так быстренько дальше идем 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 а или сразу прыжки а так это словам былых времен поиски мирского искрящая фиксация уши что воспоминания окей не давай сначала вот это все сделаем потом прыжки а компенсация за ошибку описание навыка персонажа химико эрудиться огненной после обновления версии это понятно все за проблемы компенсации за проблемы хорошо а рассылки активация промокода это конечно мы все делаем как как все положено получить все супер ничего нового там не показали а что еще не прочитал все нормально так теперь нам в журнал путешествий а ухты получить получить и что мне нужно сделать день третий а ну вы же мне будете все это давать правильно я волбар хотя начала меня освоение о миссии с вами убийца кто короче я этого не не дает недопустимо мне еще это мы еще не можем взять тут у нас ничего нет цензю и еще рано еще рано так хотя у нас есть инсю и это что по акции вот тут много всего а и термины тоже много всего я еще персонажа изучаю алё и мы не скоро к ней вернемся раз мы тут много книг берем так быстренько переходим к прыжкам испытаниям персонажей начинаем испытывать потом будем крутить начиная ахер он говорят что на что-то мощное я такое что-то слышал она говорят мощная посмотрим на сколько но не факт то есть ну я мощность пьешь я можете по-разному уйдетах и я мощность по-разному разбираю накладные накладываю на противника ослабление позволяет накопить заряд и использовать свою способность при нанесении урона способности с стойкость и сперспособность игнорируют и по уязвимости и понижают все типы сопротивления противников использовать техники позволяет мгновенно уничтожать противник жесть там и где вот прям карнавал какой-то а использование техники ахер он мгновенно уничтожает противников даже не сражается с ними во время исследования использования техники ахер он для атаки обычных противников сразит их без вступления в бой если техника не попала в цель очки техники не расходуются вот это поворот использовать эти вы чтобы убедить противников то это неплохо слушай это прям все мне я коплю на ахер он что это используйте денег у чтобы убедить сразу нескольких противников а прямо так вот так пройдите за завесу чтобы про хочу такое это что-то интересное я к другому готовился туда нам нельзя видимо повар там стоит динозавр повар я его победил нет мне же сказали что с первого раза они умирают ахер он ну понятно упреждающая да у удар окна ты кого можешь бить давай тогда вот так наверное же или или мелких давай вот так тогда а супер вот два сразу сразу не тянем время давай мы победили нет они еще живы почему так долго почему так долго не щит нам не нужен зачем хотя он будет бить давай использую щит они теперь будут все на щит типа а грится да ага видишь походу они все на щит идут и музычка забавная здесь конечно играет по ахерон ахерон используя ты только одного можешь так это же групповая так какая разница давай главного а еще еще ухты это чё было это чё за персонажи дикие такие вторая волна так ну мы все все то же самое делай в целом да да делай все то же самое давай 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 просто да снова персонажами прямо как-то много много всего короче как я буду делать а внешне 3 нет это она крутки делать бесконечные я буду делать немножко по-другому я буду делать по одному прыжку каждый раз получается один прыжок на херон один прыжок на там на другого персонажа и один прыжок который по серым билетом и идем дальше потому что нету времени все это делать иначе это будет слишком долгие видео понимаешь какие дела бей какие долгие тут а мы можем ускорить вас а это вы были не ускоренный а думал какие-то вы какие-то вы медленные я уже просто привык потому что все быстро происходит они тут их это прям или или разгоняются это вот в чем дело но это было интересно очень интересно мне понравилось а а дальше кто это это то это плотча плотча пошли вот лучше в обычном месте потом диски исцелять союзников с низким и чпи создает исцеляющий магический круг после использования атаки союзники восстанавливать и чпи и мы заселение со всех противников а если смущает иногда или ты задаешься вопросом почему я могу запинаться я обычно не запинаюсь а тут когда читаю милосердие дурака буду когда читаю у меня просто игра окне приходится играть в окне поэтому текст еще меньше чем обычно потому так происходит так быстро быстро у меня же уязвимость было какого хрена ты это 1 меня бьешь давай тебя сразу разбираем вот вот этих дурочков а вот так восстановление на это нам это не нужно вот ты можешь бить его давай ему собьем так и ты первый бьешь давай ты первый бей групповая же групповая поэтому целом какая разница пробиваем его не до их она его не пробивает поэтому мы бьем давай вот этого а он сразу же восстановился вот он его ставил вот что же вообще вещь это тоже вообще вещь я уже забыл что делать сервал а вспомнил давай 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 кого ты будешь бить давай вот этого а нахера надо было этого бить а он сам он сам и он сейчас умрет вот почему ты не умираешь все так пошли дальше есть взяли дальше кто это кто это галахер такого еще не видели а там еще пела и дань хэн кстати их мы видели я не понимаю прикол зачем их использовать когда дань хэн по умолчанию стоит накладная противника особый статус который при получении атаки оставить hp это кучего персонажа повышает получаемый тени камерон пробития окно тут по старин очки все до проходим она туда сразу вот это вот пошла пузатый пузатый мужчина пузатый на тебе ты чё раз самаха я увидел когти тут музычка интересная а мы все одни красный видишь мы все красные а может и прекратишь нас бить алло что там шампанское было написано да он росомаха серийное пробитие эти отвечаю восстановление давай себя красиво мы делаем вот так но они все должны погибнуть не глянь все живые вот супер и тебя сразу используем атакуй у нас все продумано с нами тут вообще лучше не шутить и ты давай а она благословляет всех но тоже неплохо я все время это забываю а главное играть с ускорением это помогает а ты еще зовешь залить или пробить уязвимость я не успел прочитать что нужно сделать в любом случае давай бить его а давай ну мы должны что-то себе восстановить чтобы быстро с ним разобраться чего такие долгие галлахер я вот не понимаю нужно ли мне использовать галлахера ну его получить потому что мне пока я не вижу в нем я не вижу в нем смысла у меня очень хорошие как называют забыл цель цинь цюи она отлично дерется понижает за счет всех противников снимать и вселение с одного противника просто цинь цюи она прям с этими костями это прикольно а галлахер я пока засада ты че как ты раньше времени меня ударил собака так а я помню я помню что вот этого надо гостить первым делом давай давай быстро его давай я так понимаю что вы раз последние вот эти испытания они очень легкие должны быть по крайней мере а пробили так и ты его пробивай вот этого все супер а почему-то так восстановить нет нет какого хрена ага я понял значит вот этого на прекратите удивительно что он не колдовал так ты его пробивай нам же нужно на пробитие работать первым делом всегда первым делом на пробитие у нас не осталось почему вы такие долги а лёд давайте быстрее я не готов ждать а я шоя я шутни то есть нажал ладно поторопился а снимай им так надо вот этого гасить все все вместе гасим он того он что-то какой-то дикий пусть он усиляет вообще пофигу нам главное разобраться с вот этим а вот так вот вот теперь будет весело а все он пробит теперь вот этот понизится понизится он должен понизиться там же я видел что он должен был понизиться почему он не понизился почему-то быстро восстанавливаетесь а вот так супер это живо бей ганты все супер не пришлось использовать силу какая-то у меня долгая загрузка я просто и вырезаю чтоб ты этого не видел вот так вот происходит дань хэн что-то делаешь пробить и вертельного сопротивления повышается когда персонаж становится целью умения союзника повышает урон противнику с статусом замедления акты последний побежали а все ты что происходит от кого это усиление ага я забыл все и давай быстро вас всех мы раз фигачим и пойдем ими вот так пробил следующий давай тебя пробили последний остался а давай защитим до них и на уже цель вот так или или вообще то есть если нету этого знака то урон он не на то он вообще не пробивает его ок защитить давай теперь и защите ганты ты будешь на защите у нас а да то есть подожди они похоже я все правильно понял на защите они не работают вот мы все правильно мы сделали что пустили март на защиту всего а тогда не хэн и значит вот этого мы его пробиваем следующий а март уже никого не защитит ну и ладно да видишь он не пробивает вообще не снимается а вот ты пробьешь супер все теперь идем идем крутить идем крутить я быстро все покупаю все билеты быстро все делаю выходим идем достижения заработали много достижений немного ретичная сила используйте технику 50 раз хорошо он упреждающий удар одолеть она противника техникой серийное пробитие проверьте усилим из четырех противников за одно действие против лома нет приема наносить урон равный или более 20000 чем единиц противнику чё hp равно или ниже 1 процента за одну атаку окей сюда да вроде бы все теперь мы идем прыжок делаем сколько у нас 4 значит нам нужно 16 идем покупаем 16 вот здесь да они не по скидке все значит у меня не нужны я коплю туда на цинсюе или сушан 10 часов осталось я не успею жаль звездный пропуск о по скидочке сколько у меня сколько у меня не все не нужны я не думал что серый будет по скидке 0 берем 10 все легко и просто так берем 10 а их всего три уже уже всякая шалупой да да подтвердить все учат 16 и 7 16 и 7 лида я все слушать трачу свои эти штуки на так и так это работает скажи мне пожалуйста все трачу на это это специально для золотых пропусков и для всех вот этих вот и 77 а так все полетели и первое есть пришел с тобой здесь прыжков с тем и здесь прыжков тех все и начинается игра и в итоге мы умудрились все пройти все пройти за 20 минут норм норм почему нет почему его не сдувает сдуйте чтоб я понимал что мне там что-то хорошее по что-то мощное и а это будет спойлер то есть если пятизвездочного персонажа выбиваешь всегда зайца сдувает вот галлахер ну я не знаю я не вижу мне он не понравился если играть вот по ощущениям мне понравилась цинсюе так дальше лучше а вот лучше тоже неплохо я вот совсем забыл в прошлый раз я на искорку вроде делал все пускал все эти прыжки а нужно было еще на вот этого 2 который по на 2 который был там не помню как вы уже звали но он у него вот это какой-то небесный бог вот этот был который молнии фигачил а я про него вообще забыл это что мне пятизвездочный выпал я у меня моя логика была права пела 4 и чё а выпал прикинь вот это да вот это да лучше ну сам бог велел понимаешь все он моей команде я ничего сделать не могу ценю и прости можешь мне надо с этим поздравлять можешь поздравить меня в комментариях что с первого раза выпало выпал пятизвездочный персонаж ну а херон конечно покруче но сколько и выбивать у меня просто не хватит ресурсов на это значит все если зайца сдувает значит пятизвездочный персонаж нам обеспечен я теперь это понял что-то будет интересное гуйной фэйн и дал он она у нас уже есть тоже неплохо пошли качать значит быстренько персонажа получается пела и дал он идем а победа над противником оставят 5 из энергии пел и у нас дальше это что это лоча так лоча что тебе выбрать получается вот это скорость за восстановление энергии и владельца пошат на 8 процентов использование своей способности владельца повышает его исходящее исцеление а это перечисление владеть повышаться на 10 процентов а тут получается на 12 тут всем союзникам останавливает она на тоже пятизвездочный поэтому чё я еще не буду у нее забирать экипировать усилить наложить есть что-то нету повышаем с добавлением до вашей супер есть так теперь что у него еще следы им да надо прокачать сила таки пошат на 4 процента супер выходим и дал она у него еще нет информация информация странствующий торговец куда бы он не пошел везде несет с собой гроб прекрасно умеет врачевать и и интересно так теперь тебя галахер чтобы тебе дать чтобы тебе дать то есть вот это вот это для тебя все подходит после использования владельца базовой атаки его следующие действия продвигаться вперед на нас процентов неплохо начали будем именем знают всем союзникам 6 единиц энергии так дальше мы идем у нас когда владелец использовать навык или с его исходящее исцеление пушат на 12 процентов так хочется либо тут все получать единиц энергии пусть будет вот это какая разница ой нет просто просто возьми просто экипируем с него хватит сопротивление эффектом повышаться на 4 процента супер хорошо и и дал он тебе а след мы тебе не давали следы активируй а что надо огненный урон повышаться на 3 2 десятых процентов и дал он использование навыка имеет базовый шанс 100 процентов понятие сопротивление эффектом атаков атакованного противника на 10 процентов этот эффект длится два хода а к следы следы мы всем уже сделали да а по нашли огненный урон пушат на 3 2 десятых процентов есть потом дальше это аста было вот пожалуйста наташа мы ничего не делали максимально еще по же за четыре процента она лишь просто может пригодиться там же какие-то еще там же не зря столько много отрядов можно делать не зря это кто сервал критический шанс повышаться на 2 и 7 десятых процентов просто если можно качать почему не прокачать дань хэн туда-сюда-сюда-сюда а и что 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 где где вот он до лоча лоча ты сам где повышаем уровень максимум бах есть сразу норм идем в отряд нет не то идем в отряд говорю а где центре ты была хороший но у меня есть пятизвездочный персонаж добавить все изобилие изобилие разрушения и эти да ты живешь ой да мы сильные ёпты просто да если зависит от противников так смотри короче я сейчас собираю книги я посмотрел когда монтировал видео посмотрел что мы тут много чего не взяли я все что-то пропускал я так торопился что ничего не взял тут а тут что-то было вот а все позабывал ты прикинь все позабывал на всех сидушка что-то лежало я просто в шоке от своей невнимательности так и теперь у нас есть задание еще где это хрень вот это до чашели золотой подожди вот нам нужно виртуальная вселенная а нужно виртуальную вселенную что поделать надо идти пройдем чтобы она зафиксировалась у нас уже вы как красиво ты могу просто войти что случилось а это не хочу чтобы разговаривать то есть мы каждый раз можем сюда приходить зашить миссию освоение долгое ожидание лезвия клинка чтобы получить доступ к официальной версии виртуальной вселенной а то есть она мне дашь несущий через сомнения понятно так тогда делаем по-другому выбегаем помнишь мы нашли всего два пропуска кабинет герты и вроде как я знаю как получить 3 ок я надеюсь мне не будет сильно все лагать у меня как-то что-то подсказывает что возможно будет надеюсь что нет нам нужно с ним поговорить я помню пять раз а ты вправду пришел ко мне во второй раз хочешь узнать больше об ассоциации непобедимых во всей вселенной ядерных боеголовок ведь очень круто это разве не ассоциация пышных причесок твоя ладно так да ты прав застаза непобедимых во всей вселенной ядерных боеголовок пока еще на стадии формирования сейчас ведется активно набор участников укромных уголках космической станции на день ты невольно будешь встречать своих людей с объемными и пышными кудряшками и более что ты уже получил от корпорации между звездного мира венчурный капитал на анализ золотой пропорции между омраченной фосфоритной мукой и количеством волос сейчас отличный шанс присоединиться когда мы разобьем тебя до компании непобедимых во всей вселенной а ядерных боеголовок ты посторонних принимать не будем одежать никому чем легко сначала сделай а вес сделайся объемным кудрявому пышным а потом приходи сюда регистрироваться он нам что-то дает а сегодня еще один объемный кудрявый пышный день как же это прекрасно после общения во второй со мной в третий раз тебя так и не проняло и не нужно на работу из какого отдела давай вот так после слов бракодабра исполняетесь все желания мое рабочее место в лаборатории взорвалось прежде чем отдел безопасности устроит меня на свое на новое место мои исследования приостановлены еще поговорим как все безжизненно и однообразно все одеты и абсолютно в абсолютно одинаковую форму а ты уже в четвертый раз появляешься передо мной и все в той же одежде а у меня есть к тебе один вопрос ну и как же понять как стал то в толпе исследователь по волосам по одежде давай по волосам да мне дочурка тоже не раз так говорила папа сделай себе пышную прическу так я смогу с первого же взгляда выделить тебя среди множества коллег из твоего отдела раньше я еще не верил этому пока однажды никто не вторгся легион она назвала меня по имени но бежала в другую сторону должно быть увидела какого-то похожего на меня исследователя позднее нашел его он лежал ничком на перроне а рядом лежала моя дочурка я сказал ей папа в этот раз сделать пышную прическу но и ручки были ледяные проблема в том что членов ассоциации непобедимых по всей вселенной ядерных боголовок становится с каждым днем все больше и больше если так будет продолжаться то как же мы будем понимать то есть всей толпы исследователь как последний раз да даже личные вещи не избежали участи абракадабру абракадабра бума остался лишь один мусор ну ладно все это дело наживное по крайней мере со мной остались мои волосы что опять ты если я ничего не путаю мы с тобой сейчас разговариваем уже в пятый раз ты провел со мной столько времени составил мне компания вот возьми я даю тебе это тебе потому что мне лень дойти до урны этот момент у вас уже три карты доступа неизвестного происхождения если сложить всем рекорд и посвятить мы обнаружили что таким зашифрованным способом нанесено название корпорация 1000 звезд хорошо рано система герты у вас обнаружено три карты с особым доступом уровень секретности неизвестен система активировала команду трех уровней в проверке полномочий мы приветствуем ваше возвращение в прежнее место что за пришли место откуда мне появилось три карты с особым пропуском видимо это какой-то vip прием давай вот так за прежнее место аутентификатор ответа не действительно система активировала тройной аутентификацию мы приветствуем ваше возвращение чего пришло время открыть ту самую дверь которая охраняется трехуровневой системой аутентификации так вот она локуса силы нити откройте тест на люкс трехуровневым доступом сбор в системе идентификации герты тест на люкс трехуровневым доступом и три сломанных карточки доступа разбросаны в разных местах как только головоломка будет собрана тайна стоящая за ней будет разгадана отслеживать да мы как раз вот сюда или порт ай подожди стоп стоп у нас же есть гиртра гиртариумы гиртариумы вот он что он мы снова встретились так давай поторгуемся с тобой что у тебя есть хорошего а ничего хорошего у тебя и нету серьезно у тебя же это же все какая-то билиберда распродана она это я покупал давай просто все покупать что делать надо же просто бери все что есть вот и тут мы еще получим нормально при осталось все и теперь мы где карта куда нам играть нет отслеживать мы идем сюда или порт купили не зря побежали туда а почему вы тут ходите алёк мне короче просто сказали и свинка еще появилась ну давай посмотрим в деле наших ребят мне просто сказали что можно с не драться с противниками потому что они чтобы не тратить время но я так для все на свинью побежали я просто так думаю что за это за эти же сражения нам что-то дают как ни крути то есть мы же получаем за них что-то правильно или ничего не получаем погоди нету ли ну всего получает все он супер давай вот зря стоит контролер это должна быть та самая дверь которая охраняется трех уровней системой аутентификации приступаем выберите необходимые предметы а мне по одному а в одинаково так тесно карта используем для доступа к нельзя сам объекту ее уголок отворван она это мы все читали подтвердить первого уровня второго уровня аутентификация третьего уровня успешно пройдено а так мне без разницы какой надо было выбирать то что произошло визита нет ой ой засада с другой стороны я не успел там много текста было вы бы хоть сказали а добейте их всех они нас не одолеют или одолеют а я не видел их уровень алёна а но он еще когда хочет останавливается это он молодец а и он лечит и бьет ну так это неплохо о давай 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 просто мне интересно а какой у них уровень чтобы я понимал вообще чего происходило потому что у нас нормально так по жизни я скажу хотя противники вроде как сильные ну да у нас видишь просто нету красного потом только она фиолетовая то есть да если в плане пробития то у нас проблемки скажем так потому что у меня они два одинаковых по крайней мере есть ну а если будет 5 еще один другой пятизвездочный мы его возьмем вместо того же лочи лочи да потому что как его зовут доктор рацию он мне тоже нравится а что интересно делает этот идет вокруг нас какая-то какие-то цветочки порхают так как это его сила просто так или прерывать их бой чтобы почитать его способности это что-то хорошее да да так я же вас двоих сразу одарил правильно вас там больше не будет сильно противник побежден а это был сильный противник а я даже не заметил слушай я вижу рука собираем кто-то там еще было собираем роскошный сундук что это важный завтрак конус хорошо а может быть в сундуках персонаж спрят а записка для нарушителей не с места если нашел эту записку значит вошел в зону мониторинга программы небесное окно ли а небесное око лично написанное ведущим исследователем другими словами разведка которую ты хотел произвести тайком уже отменена отмечена даже такое моей записной книжки я за всех сил старалась зашифровать это помещение тройным шифрованием просто чтобы сохранить здесь скучное прошлое теперь тебе известен мой величайший секрет я не могу про позволить тебе чванливо удалиться войдя в комнату ты вдохнул галлюциногенный ядовитый газ он настолько токсичен что даже лучший медицинский персонал с космической станции не сможет ничего сделать короче говоря твоей жизни твоя жизнь окончена а испугался это шутка разрешил тебе бесцеремонно взламываться на частную территорию ладно нет никакого небесного ока я ядовитого газа наоборот в этом помещении есть кое-какие редкие вещи с долгой истории конечно все они мне не нужны можешь использовать их в качестве награды за взлом тройного уровня доступа да не наказание а награда это мой принцип управления космической станции принцип ведущего исследователя поощрение авантюр и вознаграждение за любознательность скажи спасибо не забудь перед уходом на вести порядок взять желаемую награду и уйти ни в коем случае не задерживайся и не будь жадным противном случае если я разозлюсь последствия будут невообразимыми твой самый-самый-самый любимый ведущий исследователь мастер непредсказуемости аста а это даже не герт это аста карты 17 лет все больше ничего нет хорошо значит идем обратно на белобок а под красным жить испытания сильного противника пять раз есть карта 17 лет найдите все доступные для чтения предметы связаны с астой в миссии пустота локуса силен теленьки так и теперь нам нужна карта где карта двигаться сюда горилла 6 так мы мы вот здесь были я за предлагаю отправиться и еще я же понял что нужно говорить с мусорками со всеми вот и есть желтый этот значок нужно их все до победного насиловать чтобы за это что-то дали вот здесь я как раз вроде бы закончил а давай поговорим с вот этой вот не знаю кто это надо стояла на ждала еще просто серии мы до нее не дошли лила ты отличный отличаешься других смысле я слишком красивый вот так ну на первый взгляд целом обычный человек если не считать волос а вот одежда тебя необычная таких узоров здесь не носят а еще твои руки и лицо не перепачкан и мазута а о извини я не хотел тебя обидеть меня зовут лила я сотрудник журнала путешественник и заулок ой да что-то я заболталась ведь ты наверняка не читал энциклопедии подземных животных верно какие занятные книги о залоге и на рынке не купишь так что возьми-ка парочку почитай как будет свободное время я хочу спросить какие животные есть белобоги кошки собаки не такие волки и несколько видов морозостойчивых птиц на этом всем других животных теперь можно увидеть только в музее я слышал что много лет назад белобоги приручили диких медведей и снежных волков на теперь их уже нет уверенно есть и другие животные выжившие вечной мерзлоте просто у меня нет способа это доказать пока что мне приходится изучать людей а знал ли ты что белобоги встречаться люди разного происхождения ты кажется не принадлежишь ни к одному из трех это меня и удивило тебе просто показалось да я с другой планеты хочу скрывать давай все будет рассказать ахам должно быть я слишком увлеклась исследованиями тех пор как эта книга попала мне в руки у меня просто туман в голове что за книга туман в голове что за книга вероятно энциклопедию подземных животных принесли из подземья сребривы и стражи в ней описывается множество странных созданий их пор пока я как я дочитаю с тех пор как я дочитал книгу меня не покидает мысль о том как выглядят эти животные мне очень хочется больше узнать о хрустальных ящерицах пещерных саламандрах погреба погребальных червях я хочу знать чем они питаются как размножаются хочу знать все почему сама не съездишь посмотреть на животных я несколько раз выезжала из города в качестве журналисты но тогда у меня не нашлось времени на экологические исследования недавно я встретилась со спонсора который готов финансировать мою экспедицию если этот если его требования будут выполнены он даже сам разберется с разрешением на экспедицию и другими формальностями уже собираю вещи меня больше нет вопросов если видишь какое-то редкое существо обязательно скажи мне а мы пока с тобой походим а еще мы можем пройти и городные снежные поля нет мы пока ходим тут так куда нам куда нам куда нам куда нам вот здесь же не с кем нам разговаривать не с кем если правильно помню здесь ничего нет да здесь просто дорога поэтому на дорогу мы время не тратим а вот тут у нас что-то могло быть покупать нам ничего не надо вот здесь да вот она он не нерчить при вашем появлении явно недоволен вашими приближением друг вашем создании звучит милый женский голос давай пока не пойдем туда воин среброгривых стражей продолжать стеречь дорогу должно быть он тут целый день проторчало это так уныло да к тому же вредно для коленей бойцы браги вы стражей стоит неподвижно как статуя вы неволе задаетесь вопросом не сослали ли его сюда в качестве наказания начали думать жизнь этого воина среброгривых стражей потому что что добился успеха потом а когда то же самое как он точно живой и статуя же у кажется и правда статуя когда вы приближаетесь увидите огонек в глазах стража уж не статуя дорогу ведущую вниз охраняет войн сребривых стражей он сребривых стражей холодно смотрит на вас словно молча приказывая убираться он нервничает при вашем появлении явно недоволен вашим приближением вдруг вашем состоянии звучит милый женский голос они не заканчиваются задумывать живой а то я уж не статуя ну так это же ну билиберта почему-то вот эти исчезают необычно большой бумажный ком развернув его вам наручить что в нем лежат смятые кулачки бумаги 1 я заявляю о своем уходе в этом мой последний в этот мой последний день я второе я заявляю о своем уходе в этот мой последний день я хочу говорить честно прочего я чувствую что нет смысла в моей третьем я заявляю своем уходе в этой мой последний день я хочу говорить честно проще говоря я чувствую что нет смысла моей работе а значит и интереса 4 ну хватит пора на работу описки спасают жизни сказал дань хэн вот видишь тут заканчивается почему с этим не заканчиваются так тут тоже что-то было насколько я помню насколько я помню что-то было что-то было да вот мусорной баке лежит скомканная листовка написано от руки почерк на ней был едва различим лучше цена на цвет любимый круглый год прекрасный шанс подарить букет своей второй половинке учитывает как банально нынче реклама будет очень неплохо ой а я бы разозлилась если бы кто-то мне это вручил не волнуйся никто и не собирается это мы марта ответим а какие подарки ты любишь давай вот так не будем же обижать цветы я очень люблю цветы но если я узнаю что они куплены на распродаже ликвидации или по какой-то оценке тому человеку не поздоровится опа вот так вот ах и тут больше и тут счет еще было да вот он ухажите мусорки несколько черных мешков для мусора наполненных качками маги они разорваны на так аккуратно что вы задумываетесь не открыл ли этот мир технологию измельчителя собрать их воедино не обращать внимание давай соберем и собираешься все это собрать спустя и он и знают сколько спустя и он и знают сколько времени вы наконец совершать свое великое начинание бесчисленные бумажные обрывки превратились мятый лист бумаги это было письмо от одного гражданина другому на его радикальное содержание противоречит стандартным представлениям о человеческой иерархии содержание настолько пугающе что письмо расплывает рассыпается в прах когда вы заканчиваете вычитать обратно его уже не собрать наверно за это что-то дадут потом в итоге я на это надеюсь как смотри раз я исправил свой косяк с этим давай пройдем вот сюда я же так и вот пригородные снежные поля мы же дальше не прошли алёк звение вечной мерзлоты и снег образовал пологий склон остатки времен войны подо льдом безмолвно рассказывают истории прошлого полетели туда а то что нас тут потом прервали тому что интересно есть лучше он лишь какие-то стоят варе так вот это тоже возьмем а я думал с тобой сражаться надо а тут никого не будет тут просто их а вот там кто-то был что видел красное на карте он я вижу красное сундук ой это ты зря сделал ты не то а вот не зря же пришли ухты 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 вот это да они там видел что-то творят странное три штуки да ради бога давайте они должны быть легкими насколько я понимаю они не сильные ну а он почти его убил мне нравится что у них лишь у нас не такой большой урон если смотреть урон в испытаниях них вот у меня 36 урон видишь 140 а у них 20000 это же каких они дают испытания персонажей то есть уже восьмидесятых прямо уровней так что ли а что-то не понял это ступор вбивает это убивает в ступор мы почти победили мы победили молодцы и нам сейчас я совсем забыл еще были же что ты будешь делать не то вообще нажимаю вон там сундук жесткий сундук и вот не жесткий сундук прям слушай прямо следуйте следовать надо но но у нас же тут еще были чаши листы так что давай я же говорю что мне нужна будет твоя помощь вроде мы все прошли чаши лист или портах ним кажется телепортироваться надо ага то есть двойных наград уже не будет да я так понимаю мы просто фарм они восстанавливаются мы просто фарм короче значит делаем так 6 боев как будет это все происходить раз ты написал мне свой ник в моей группе вконтакте я буду брать одного из тех кто писал некий свои тебе в помощники вот на один чашелист большой вот и вот так будешь появляться иногда моих видео получается первым я выберу римба римба это где это кто а я не могу во римба они как-то не по порядку лишь два тут есть вот два вот три здесь а вот римба 3 а и и что я выбираю кого-то 1 до получается рекомендуемый тип разрушение звездочка красненькая и зеленые разрешение звездочка где где вот или зеленый это кто очень хохо а это кто землю давай будем землю а подожди вместо рацию она мне и лочь тогда не нужен получается давай вот так или только одного а я не могу всех взять почему меня это меня 4 мне может я хочу вместо него взять помощника а это какой это как-то нечестно смотри это как это как-то нечестно он давай пофигу да пусть будет он то кто это был я забыл как и зовут рия вот вот она целью начинаем стане и это не буду как просто раз проматывать мы сейчас посмотрим так вот это римба давай все это я я понимаю ребят с вашей помощью это будет прям быстрые вообще это будут нереально быстрые бои все обучи это неплохо она какого 80 уровня да вот и вот видишь они 80 уровня и они бьют получается по 20 вот позже вот вот это вот кто она я забыл какой зовут она бьет это по 2000 а в испытаниях они бьют по 20000 это какой у них там уровень я думал 80 уровень это последний вообще которые существуют так то неплохо только в путь уже 6 это что-то жесткая конечно я хочу тоже прокачать всех своих ребят а то что это у них урон такой слабый вот задание завершено вот так вот римба спасибо тебе еще раз выберем другого помощника поэтому пиши в комментариях они в комментариях а в группе вконтакте свой ник как мы продолжаем теперь мы что у нас достижение за что удовольствие пробить или не узел из 5 раз в одном бою а это без проблем так а там ух ты какой глянь стоит папа я ждал а он сильный по идее видишь его сохраняет от сундук он сильный но выбить его самостоятельно я вас верю что вы с ним справить надеюсь ты на босса молодец ой да он натуре какой-то жесткий смотри-ка мы же его победим все зависит от того все зависит от того насколько сильно он бьет это было какое-то усиление да она еще вообще никто его пробивает да смотри у нас не зеленого не красного то есть это конечно косяк мы уже ему половину жизни снесли а он нас почти не не побил он только лоча застыл это ерунда уже справимся вот он уже восстановился нормально и она еще и полечила всех а у нас теперь двое не активны слушай но мы должны победить я на это надеюсь да видишь не можем пробить его я понимаю теперь прикол что нам нужно хотя бы одного иметь чтобы он потихонечку пробивал но тоже так постоянно их менять у меня пока идеальная команда я считаю а то это слишком конечно сложно получается слишком много приходится думать а я хочу быстренько пройти не зря мы сюда пришли видишь нас оборвали мы не дошли нас забрал собой леопард в гепард чего его путаю получены предметы что это хор беремся ради чего ради конусов я просто пока не вижу конусах практического применения да они просто повышать какие-то навыки дополнительно но мне кажется что за такие штуки должны прям это крутой давай прям очень что-то будет удивительно тут можно было что-то интересное спрятать мы пришли административный район пошли не зря вернулись исследовали все побежим дальше значит сокращаем у нас есть немножко времени мы еще может что-то по изучаем конечно теперь мы не факт что быстро будем проходить по сюжету потому что ну здравствуйте била бог это нифига себе камерика так чавес молодой человек вы видите сюда всего две минуты времени могут спасти вас от будущих потерь и беде прям не не подходил парень с темно-синими волосами такой с хитрющим лицом и бегающими глазками туда припоминаю разве что разве это не сам по нет и пуг давай вот так сам по сам по тебя дурачили это просто его псевдоним значит ты уже стал жертвой синего мошенничества послушаем моего совета этот синие волосы прожженный мошенник не верь ни едино моего слову вот возьми это это руководство по борьбе с мошенничеством написанная обществом взаимопомощи жертв синего мошенничества прочти его внимательно если тебя у тебя возникнут какие-либо вопросы обращайся ко мне у меня есть к тебе вопрос прошу и спрашивай мы несем ответственность за информацию за информирование общественности в методах мошенничества общество взаимопомощи жертв синего мошенничества точно все члены общества взаимопомощи жертвы мошенничества мы объединили чтобы совместно обобщить извлеченные уроки повысить осведомленность общественности руководстве рассматриваются примеры тех кто кого обманулся не волосы мошенник это свидетельство его злодеяний болезненный урок который мы предшественники получили. Как ты попался на эту удочку? Когда я впервые столкнулся с этим парнем, он спросил меня, нужен ли мне принтер параллельного мира. Я спросил его о принципе работы принтера, и он тут же начал сдалбливать множество научных понятий. Это почти сбило меня с толку. Какие-то параллельные миры, эоны, изоаморфы и тому подобное. Мошенники любят использовать эти слова, связанные со вселенной и ионами, чтобы провести людей. На самом деле я сначала не поверил, пока он не напечатал на этой штуке два счета с одинаковыми серийными номером. И это меня убедило. Сколько ты заплатил? Принтер работал? Ну, видимо, работал, важно то, что тебе нужно быть осторожным, чтобы с тобой не случилось то же самое. Некоторое время спустя, после аферы с принтером, я снова столкнулся с тем же самым синиеволосым парнем в переулке в торговом районе. Нужно было вызвать сереброгривых стражей и арестовать его. Но я был так зол и хотел объяснений. И вдруг он, глядя мне в глаза, серьезно спросил. И все время смотрел на принтер. Он обвинил меня в том, что я не прочитал инструкцию и потратил впустую такое гениальное изобретение. Он даже предложил вернуть полную оплату, чтобы он мог найти другого покупателя для принтера параллельной вселенной. Он также сказал, если оператор все время смотрит на принтер, передача в параллельную вселенную не может произойти. Единственный способ не мешать процессу передачи, это нам дать за ним с помощью эфирной линзы. И ты купил эфирную линзу, да? Но это было вот так убедительно. Я снова купился на его слова. Теперь-то я знаю, что 9 из 10 людей, которые пытаются связать свои продукты с какой-либо теорией параллельной вселенной, являются мошенниками. Параллельный мир действительно существует. Ого, аж страшно стало. Чего? Ага, ты издеваешься надо мной? Думаю, что я тебе поверю? Или ты сообщник синеволосого? Проваливай, если не уйдешь, я позовусь серверливой стражей, они тебя арестуют. На этом все. На этом все. Ты что, офигел? Ты видишь, кто я вообще? Слушай. Огорченный мужчина. Новая сметана Муму, такая дорогая, но мой сын так любит блинчики. Добросердечная женщина. Это плохо, я научу тебе делать домашнюю сметану. Просто добавь сливки, лимонный сок, хорошенько перемешай и оставь на полчаса. И все? Ого, спасибо. Здорово, да? Ну же, попробуй. Че, прям здесь? Я думаю, тут не самое подходящее место, чтобы готовить сметану. Она в магазинах продается. Недорого. И так, быстрее. Нет? Бабушка, смотри, фонтан, наверное, она сказала, я не успел прочитать. Ты просто наблюдаешь, и мы ничего не сможем. Посмотри. Из фонтана на площади бьет прохладная струйка воды. Под рябью на поверхности вы замечаете множество разбросанных монет. Похоже, местные таки могут способом загадывать желание. Посчитать монеты, просить монету загадать желание, выловить сокровища из фонтана. А нас хватит за сокровища. Давай. Выловим. Погодите, вы серьезно? Это же площадь. Здесь толпа народа. Даже если бы вас никто не заметил, это все еще общественное место. Неужели совесть вам, вас не остановит? Забудьте. Это же такая прекрасная мысль. Просто сделать это. На свой страх и риск. Выберите необходимые предметы. Чего? Че за все начало лагать? Подожди. А похоже, в этом фонтане можно найти все, что душе угодно. Прямо как в древних гробницах проявить людей прошлого. Смотрите, в бескопокойной рябье вы как-то умудряетесь найти твердую воду? Ничего удивительного, что она оказалась здесь. Большой куш. Так, че за лаги? Так, сюда. И что мы получили? За что? Мир. А, миг радости. Воздаяние. Вздох высшего существа, живущего в сердце. Видите, способ израсходовать свою похвалу в высокой морали. А, это вот это мы как раз использовали. Большой куш. Застаньте за кровище, спрятанное в фонтане административного района Белобога. Ну? Я все правильно еще сделал, видишь? А не, о, да как вы можете, здесь столько людей. Эээ. Бабушка, смотри фонтан, да то бабушка не видит. Так, ну вы тут развлекайтесь, как хотите. Мы должны как-то открывать? Нет. Ника. Ты кто? Извини. Прошу прощения за беспокойство, не уделишь мне минуту? Могу я задать вам вопрос? Литературный, конечно. Литературный, сделай вид, что не заметили. Ну давай, конечно. Вопрос очень простой, но мне хотелось бы услышать твое мнение. Перейду сразу к делу. Что ты думаешь о произведениях снежных поля и три утроения? Я их не читал. Давай вот так. Что вам? Какая жалость? Эти два шедевра и вошли в список обязательного прочтения у Белобоги. Ладно, не бери в голову, не стоит ожидать, что каждый будет образованным. Позволь представиться, я некая из газеты Кристальной Ведомости, я беспокую тебя, потому что мы собираем птицы от читателей за снятие запрета на приключения в снежной стране. Было бы замечательно, если бы ты поставил свою подпись здесь. Если у тебя есть какие-то новые вопросы, не стесняйся спрашивать. Так, кстати, в знак своей признательности я подарю тебе семь чудес Белобога. У меня есть несколько вопросов. Что такое приключения в снежной стране? А ты никогда не читал? Это был приключенческий роман, изданный нашим агентством. Несколько дней назад архитекторы объявили его запрещенным, и нам пришлось уничтожать непроданные запасы. Но я могу заверить тебе, что с содержанием проблем нет. Это просто слишком креативно. Книга описывает чудеса за снежной завесой. Поистине великолепная работа. Городской совет обеспокоен тем, что книга повлияет на людей, и они покинут город без разрешения. Увы, я понимаю их беспокойство, но как в этом можно винить роман, где можно прочитать приключения в снежной стране? У меня нет с собой экземпляра. Сходи к АМУ в административном районе. Ему я поручила адаптировать приключения в снежной стране. Я дала свой экземпляр. Или можешь отыскать книгу в другом месте. Нынче достать эту книгу не так-то просто. Спасибо за твое время. Ты покупаешь общественное мнение, да? Нет-нет-нет, я просто прошу тебе помочь мне немного. Я редактор авторитетного издательства. У меня есть удостоверение. Я не могу себе позволить поступить неэтично. Я призываю людей высказывать свое мнение. Да, если ты читал приключения в снежной стране и считаешь, что ее следует запретить, я бы посоветовал тебе тоже написать свое мнение. Конечно, если ты считаешь, что это действительно несправедливо, нужно сказать об этом. Что именно мне нужно сделать? Просто-просто оставь свою подпись под этой петицией и напиши, что думаешь. У меня больше нет вопроса. Так, дала мне какой-то рецепт. Кто тут у нас еще есть? Давай пройдем вот этих ребят, чтобы мы тут не заплутали лишнего. Почему такие лаги? Подожди. Так, вроде нормально. Вроде нормально. Так, поговорим. Вы же не разговариваете со мной, не разговариваете. Доминик, оратор. Дети города вечнозимья, гордые граждане сохранения. Идите с высокой поднятой головой. Не сдавайтесь перед приземленностью повседневной жизни. Глубоко в своих сердцах всегда храните учения архитекторов и верховной хранительницы. Похоже, он сильно увлечен. Стоит ли дослушать его речь до конца? Продолжать. Слушай, Доминика. Это обыкновенное дело. Таить сомнения в своей душе. Вы смотрите и все еще не видите вокруг себя сохранения. Возгляд блуждает и не находит ни одного доказательства самого существования сохранения. Но наконец настал тот самый день, когда я развею ваши сомнения и вы почувствуете настоящую благодать сохранения. Восхититесь всемогущей воле архитекторов. Продолжать. Послушайте, что говорят в толпе людей. Давай послушаем. Наблюдающий мужчина. Слышишь, какая проникновенная речь? Славьте архитекторов. Их слова возродили мою волю в жизни. Наблюдающая женщина. А так уж это вдохновляет. Как по мне, архитекторы изо дня в день повторяют пустые слова. Вместо того, чтобы в воздух сотрясать, лучше бы попытались сделать так, чтобы всем здесь комфортно жилось. Наблюдающий ребенок. Славьте сохранение. Наблюдающий старик. Я уже весь город успел обойти и вернуться, а они еще не закончили. Какие же нынче болтливые дети? Продолжать слушать. Сохранение это воплощение клепота. Оно постоянно с нами. Это тайная сила, которая незаметно формирует наши личности. Влияет она на все важные решения, которые мы принимаем в жизни. Причина же неудач наших бесплодных его поисков в том, что благодать сохранения плетена в сам мир, который мы знаем, растворена в воздухе, в котором мы дышим, отражена в свете, который мы видим. Оно ласково укутывает нас своей душной, а, душной, с самого начала нашего существования. Советы Верховной Хранительницы предупреждают нас о том, что никогда нельзя принимать благодать сохранения как должное. Мы должны унаследовать дух наших предков-архитекторов, выживать и бороться за наш мир, храбро бросать вызов любым неприятностям. Фрагментум и вечная мерзлота всего лишь препятствия на пути сохранения. Братья и сестры, встаньте к плечу с архитекторами нашей Верховной Хранительницей. Идите по ее стопам к победе, предначерданной нам судьбой. Мне достаточно. Видимо, не выдержал. Надоело. Настолько надоело. Просто выглядит таким, проект выглядит таким многообещающим. Ну, разговаривайте, разговаривайте о впечатляющем проекте. И смотри, мы прошли, короче, этот кусочек. Так, не лагай, алло. Алло, что происходит? Настолько у меня сильно все нагревается? Короче, если смотреть на карту, мы были вот здесь, что-то мы прошли. Сейчас мы закончим на вот этом. Мы посмотрим вот это задание, а потом пойдем вот сюда, сюда, сюда. Это будет происходить как-то так. Здесь у меня не будет все лагать. Алло. Алексис. Вот и продавец какой-то. Газеты. Сегодняшние газеты. Налетайте. А, неужели кто-то новенький? Не хотите ли газету? Можно мне газетку? Давай поболтаем сначала. Извините, у меня полно работы, но если вы купите газету, как идет торговля? Торговля? Ага, по крайней мере, не еду, на еду хватает. Как ни крути, а торговать газетами на улице это тяжелый физический труд. Но если вы что-то купите, тогда я смогу позволить себе попробовать другую еду. Это было бы здорово. Что скажете? Вы читаете новости, а я кушаю вкусное блюдо. Все выигрыши. В последнее время были какие-то важные новости. Хороший вопрос. Подождите секунду, я посмотрю. Как вам это? Человек в черном заявился на банкет к министру Бова. Тот переменился в лице и покинул зал. Что же в конце концов произошло? И что же произошло? Ага, не спешите. Как вам это? Компания семи человек ела хот-пот. Шестеро из них упали в обморок. Расследование не выявило никаких следов вредных веществ. Как злодею удалось совершить идеальное преступление? Как он это сделал? Ты издеваешься, да? Давай вот так. Ай, не надо так. Я расскажу вам ответ всего за несколько счетов. Ты серьезно? Успокойтесь, успокойтесь. Это же бизнес, я уверен. Вы понимаете. Тебе, наверное, полно дел. Повернись ко мне. Не кричи. Можно мне газетку? Ага. Я у тебя все могу купить? Причина ледяного шторма. Интервью с эфиром. Покупаем. Все у тебя купим. Алло. У меня полно... Распродано. А, и вот последнее. Все купил. Кушай, теперь что хочешь. Я у тебя все купил. О, здрасте, пела. Девушка в форме среброгривых стражей. Ты среброгривый страж? Итак, позвольте мне представиться. Я офицер разведки среброгривых стражей и временный проводник программы путешествия по истории Белобога. Меня зовут Пелагея Сергеевна. Блядь, это наша локализация? Серьезно? Наташа, Катя. Правда? Это наша? Или в них так зовут Пелагея Сергеевна? Но вы можете назвать меня Пелом. Да, тетя Пела. Да, тетя Пела. Пелагея Сергеевна. Молчать. Да, тетя Пела. А может быть, взрослым не стоит подражать детям? Ладно, ребята, посмотрите сюда. Это монумент Вечнозимья. Он воздвигнут в память о могущественных архитекторах. Архитекторы – последователи Эона Клепота. Именно они предвидели кризис, возвели наши стены и основали Белобог, сохранив искру человеческой цивилизации. Даже сегодня они продолжают ухаживать за городом. Монумент Вечнозимья состоит из двух частей. Шестерней, символизирующей знания и промышленную мощь, и огромных кристаллов льда, символизирующих вечную мерзлоту. Эти два символа связаны вместе. Шестерня, ограничивающая лед. Они, он олицетворяет непоколебимый дух архитекторов перед лицом варварства природы. Есть вопросы? Все? Есть вопросы? О, да много. Имеет ли монумент какое-то символическое значение? Монумент состоит из двух частей. Шестерней, символизирующей знания и промышленную мощь и огромных кристаллов льда, символизирующих вечную мерзлоту. Эти два символа связаны вместе. Шестерня, ограничивающая лед. Он олицетворяет непоколебимый дух архитекторов перед лицом варварства природы. Так ты только что рассказывал. Что это за синие кристаллы? Вы имеете ввиду, из чего они сделаны? Это гео-сущность, которая изменила цвет. Все-таки гео-сущности связано с температурой окружающей среды во время ее обработки. Что такие архитекторы? Архитекторы последователи Эона Калипота. Именно они предвидели кризис, возвели наши стены и основали Белобок, сохранив искру человеческой цивилизации. Или, на иначе говоря, архитекторы, основателей и спасителей Белобока. Даже сегодня они продолжают ухаживать за городом. Как возникла вечная мерзлота? Этот вопрос для отдела научных исследований. Хотя они могут не дать вам однозначного ответа. Вечная мерзлота не обычное стихийное бедствие. Метеорологические записи, сделанные сотни лет назад, не могут объяснить причину. Проще говоря, это проблема, которая веками мучила ученых Белобока. У меня больше нет вопросов. А у вас, ребята, поглядитесь вокруг, мы никуда не торопимся. Так, вы кто? Тоже что-то рассказываешь? Станинственный мужчина. Все знают о том, что случилось у Лаймштейнов. Предсоединившийся мужчина. Правда и только правда, действительно, Иландау. Ох, я еще слышал, что Гетты. Ого, сколько всего тут происходит. Полностью понимающая женщина. Я могу сказать лишь одно. Меньше знаешь, крепче спишь. А задачная старуха. А, что? О чем вы это говорите? Да, тут у вас, конечно, ребята, веселуха. Вы просто смотрите, да? Ой, а я не специально. Март 7. Ух, ты посмотрите на эту ледяную скульптуру. Идеально подходит для этого города. Это что угодно, но никак не лед. Думаю, ты прав. В городе вообще довольно тепло. Ой, а что это за дети? Давайте посмотрим. Я уже к ним сходил раньше времени. Волос. Брюс Волос. Или Волос и Громет. Выбирай сам, что тебе больше нравится. Молодой человек, я тебя раньше не видел, а я тут недавно. Я тоже из административного района. Я тоже тебя не видел. Вот давай так. Ты меня не видел? Я же Волос. Хе-хе. Ну тогда ты точно не здешний. Я Волос Кембридж Лаймштейн. 25 глава семьи Лаймштейнов. Рад познакомиться. Я Гантэ. Отлично. Вот и познакомились. Помню, если тебе что-то понадобится в административном районе, просто попроси меня. Кстати, если вдруг встретишь что-то интересное или кого-то, то скажи мне, в главной жизни висели деньги не проблема, но и движет любопытство. Ах, какой прекрасный день сегодня. Хочешь еще что-то узнать? У меня несколько вопросов. Рассказывай. Ты богатый? Ну не то, чтобы богатый, но мне хватает. У меня несколько домов в административном районе. За ними нужно следить. Нужно платить налоги. Сдавать в аренду? Мне просто лень. А время это деньги. Кроме того, в них хранится куча ценных реликвий. Тебе так нравятся реликвии? Да не особо. Мне нравится, что они у меня есть. Например, недавно лорд Саймон сказал мне, что получил особенно редкие золотые часы, которые, как говорят, были реликвии, оставленные третьей верховной хранительницей. Как я мог упустить такую хорошую вещь? Вот я ему и предложил обменять его часы на три особняка. Ясно. Просто ясно. Так, ну часть мы сделали. Белобоги, что-то у нас все подвисает. Меня это пугает. Возможно, это из-за того, что нагревается у меня вся система. Все горит огнем. Хотя, это было раньше нормально. Вот на этом и закончим. Потом мы как раз я тебе уже сказал, что пойдем исследовать два вот этих вот. Пройдемся еще куда-нибудь. Но вниз, видишь, нам нельзя. Подожди. Сейчас, секунду. А, вот это еще не обследовали. Ой, а тут еще что-то, какой-то кусок. Я про него вообще... Так. Когда мы сюда еще придем. Я просто не буду растягивать время, которого и так немного. Закончим вот так. Красиво. Потом пройдемся тут. Может, еще куда-то пойдем. О, дело еще дофига. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего. до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»